Давай, Лень, ты у меня первый. Вперёд, давай. Давай, коль не шутишь. Бейн, аирида аришаналя Митсраем, аирида ашния. Между первым спуском уходом в Египет до второго ухода спуска. Ага. Перек мембет, пасук кафтет, перек мемгимыл, пасук ютгимыл. Ну, понятно, да, глава Мембет. Понятно, да. Но ирида, вы понимаете, ирида, в смысле, это ирида ахеиосет. Да, ирида это ирида. Так, не дёргай текст. Ну, хорошо, давай. Афилу. Нет, не Афилу, слиха, а Эпилу. Сложнее. Эпилу, Эпилу, Энуим Кашим. Нет, подожди, старик, ты что-то сегодня придумываешь. Почему Энуим? И не Аним? Я, да, что-то у меня сегодня, это... Ну, да, фантазирую. Не Аним Кашим, да. Я отслеживаю, я отслеживаю. Давай переведём, слиха. Возвращение сынов Якова домой? Да. Ну, возвращение, в смысле, возвращение, ну, как бы, я вам просто напоминаю. То есть, идея такая, что первый спуск в Египет, правильно, сейчас будет история с Бениамином, правильно? А домой, как бы, это к отцу, они должны были возвратиться после того, они получили запасы. Что такое? Ну, я думаю, слово Афилу, Эпилу, я думаю, от слова Афель. То есть, как бы, ну, сгустела ситуация, я думаю, что-то типа этого. Мне не кажется так. Ну, сложных событий, да. Мне Эпилу здесь, как Арафель, мне не нравится. Ну, окей. Хорошо, что я могу сделать? Не знаю, мне как-то не ложится. После сложных событий, да. Ну, подожди, не после, просто что усугубило ситуацию? Усугубило их возвращение некоторые сложные вещи. Какие вещи? Ну, в событиях, да. Да, события, правильно. Требование, да, Твиато, требование властелина земли египетской, да. Типа Юсефа, да. Типа Юсефа, да. Привезти младшего брата, с которым их отец не желает расставаться, да. Отказывается расставаться. Отказывается расставаться. Отставаться для того, чтобы подтвердить их слова. Да, ну да, они как-то по льту, то есть они выпалили по льту. Они выпалили о том, что есть этот самый. Хотя этот Яков им тоже это вставит потом, скажет, зачем вообще про него говорили. Действительно, не надо было говорить про то, что Бениамина. Они как бы, он их подвел к этому, сказал, кто вы, как ваш отец, а сколько у вас еще братья. То есть навел их. Они повелись на это и сказали. Теоретически могли и не рассказывать, правильно? Он сам про это знал, он сам про это знал. Но вообще получилось так, что они ему сами сказали. ОК. Не, подожди. Оставание ихнего брата Шимона в качестве заложника в Египте. Да, правильно. В конце загадка денег, которые были возвращены. Вот как эта штука называется? Вот я забыл, как это слово. Есть мешок, правильно? А мешок его закручивается. Мехи, как это называется. Не устья, а как это? Тимофей, Анна, как называется в мешке? Это вот горло, есть какое-то слово? Горловина мешка. Горловина мешка, да. Ну, в общем, то есть не в самом мешке, они не были закопаны внутрь, а они были сверху положены именно вот... На устью мешка, как это называется, да. Да. ОК. Что-что? Нет идей. Не знаю. Нет идей. Но идея, но как бы иврит понятен, правильно? ОК. Ну, хорошо. Давай тогда, может, по таким кускам будем читать. Давай я могу еще абзац прочесть. Давай, если можешь, то давай. Ну, напряжение между Яковом и его сыновьями, ну, рост, увеличился, говар. Ну, я думаю, обнаружили. Ну, давай переведем, да. Уже был между ними секрет, тайна, вот как прийти. Да, да. Который они скрывали, да? Да. По поводу... Я думаю, нахождение Йосефа, ну, то есть они... Да. Они еще сами не знают, что это Йосеф, правильно? А поэтому... Да, не знаю. Ну, а затем еще вся история, что произошла с Йосефом, они ему не рассказали, поэтому между ними стоит какая-то загадка. Может быть, он догадывался, что все, что они рассказывают с этим козленком и одеждой, это все как бы туфта. Но, а затем между ними есть какой-то мета. ОК. И еще что? А теперь между ними разделяют какие-то странные события, да? Правильно. Ну, события халайот, да. Халайот, странные события, тяжелые странные события, которые угрожающие на... Угрожающие, тяжелые угрожающие. Которые они пережили в Египте. То есть они ему продолжают ту же тему каких-то загадочных, неприятных, то есть жутких историй. Теперь история, вместо того, чтобы просто спуститься, купить еду, вернуться обратно, они, им опять рассказывают какие-то странные вещи. ОК. Беша. Беша шу мамцин лаэм в Кнаан, в то время, как он их ожидает в Кнаане. Ляков у Лябанаф. Мы шутехать. Мы шутехать. И аванад параша. Шарам. 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 Ну, шеляй Руима, алу. Мурао. Ну, ты придумываешь, но близко к тексту. Молодец. Мурао. Амару да алу. Да. Мурао. Ты сказал Руим, но без этого, то же самое, да. Я сказал Руим? По-моему, да. Я не знаю, если у меня голова думает нормально. Это я зря. Это я зря. У Якова и его сыновей совместное непонимание связи произошедших событий, скажем так. Да. Вот это все понимают. Ляков и Лябанаф, мишутефит и аванад. То есть, между Яков, дословно, между Яков и его сыновьями у них общее непонимание. Да? Окей. Не понимают ничего. Шарам – это пэшер, да. Пэшер. Да. Объяснение. Объяснение. Вот эти события, которые были перечислены выше. То есть, и те, и другие не понимают. Окей. Не понимают, что смысл этих событий. То есть, понятно, что вьется какая-то, разыгрывается какой-то спектакль, а они участники. Но они не чувствуют, что они участники какого-то спектакля. Но они не могут понять, какой смысл всего происходящего. Окей. Это же как бы не единоразовая, а получается некоторая цепочка. Дальше. Эх, шо-не. Ах, ах, ах. Ах, шо-не. Ах, шо-не. Айшера. Шермише. Ушам. Ну, конечно, уашам. Обвинен. Ушам. А ло. А вальбакапо. Да. Да. Вэше. На агу. Бо. Бэ. Шерут лев. Мехаваят. Весердечно. Да. Мехаваят. Шэмише. Шамэ. Это дьво. Харках. Шама. Это дьво. Харках. Шама. Это дьво. Харках. А фирмы Бонав. Но есть разница в восприятии. Между тем, кто напрямую был обвинен без вины. Это у Юсэф. Тут как немножко загадочек говоришь в Казахстане. Это у Юсэф. Не очень понял этой фразы, честно говоря. Что как бы этим хотелось. Я тоже не понял этой фразы. Я вообще-то... Но здесь идет про Юсэфа. А кто Шамать? Не имеется в виду братья. А имеется в виду... Не, мне кажется, братья... Как бы сказать, он стук... А кто-то... Есть разница между тем, кто слышал рассказ о каких-то событиях, и кто пережил это сам. То есть кто-то пережил, а кто... А кто пережил? А кто-то... Здесь написано Афилу Мебанав. Поскольку написано Афилу Мебанав, тут все, что вот отсюда и досюда, это Яков. Потому что Банав – это Яков. Миха Ваято, вот это Ваф, Ваф – это Банав. Ваф и Банав – это Яков. Ты кто пережил события эти роли? Мне кажется, имею в виду сами братья, которые пережили... Не, мне кажется, сами эти вещи... А, братья были... Которые пережили, а отец только по их рассказу там что-то догадывает, что они ему там что-то рассказали. А они сами лично... Братья пережили эти роли события. Мне кажется, да. Потому что их же обвинили в том, что они там какие-то не такие пришли с нехорошими намерениями. Вот, мне кажется, так. Ну, наверное, да. Да, правильно. Тут написано Варшама, кого как бы обвинили. Их обвиняют, что вы лазутчики, вы разведчики. Наверное, правильно. Да, окей. То есть, по-видимому, это вот длинная фраза, она призвана объяснить, что непонятности есть, но ощущение этих непонятностей разное. У братьев и у отца. Ну, вот это, наверное, мы до этого докопались. Правильно? Окей. Переходим к следующему. У меня... Я отдаю. Давай, отдавай. Ань, давай. Кэшэм? Так. Кэшэм, шим и пагэш, а гуралей шель Юсэф... Невгаш, лихаши, бы невгаш. Невгаш, бы невгаш. А гуралей шель Юсэф и махив в аруим бытотан нису ровен в игуда ле пауль. Просто лефоль. Просто лефоль. Лефоль. Гдэй лэматан, лэматан, лэматан. Лэматэн, 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 лэматэн. Этмазиматам шель Ахиэм. Ну, давайте не видим. Так, хорошо. Так. Сейчас скажу. Вот тут как-то хитро. Так же, как Эшэм. Или, типа, как... Эшэм это так же, да. Так же. Как же, как... Как бы при приближении... Ну, подожди. Мифгаш, это просто встреча. Мифгаш. Ну, при встрече. Хорошо. При встрече. А гуралей шель Юсэф как это? Жребий. Судьбоносная встреча. Судьбоносная встреча. Юсэфа с братьями. Которые пасли, значит, скот, получается, в Датане. Да. Несу так. Несу... А, пытался Рувен... Пытались... Да только пытались, правильно? Пытались, да. Пытались Рувен и Гуда. Лефоль. Что-то такое сделать. Нет, действовать. Просто действовать. Действовать, действовать. Чтобы лэматэн как бы сдержать, как бы, получается. Ну, смягчить. 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 Там, как бы, ну, злой умысел, как бы. Зима – это всегда злой умысел. Злой умысел, братьев. Да, правильно. Да. Как кэн шнеэм по фуалим. Только не кэн, а кэн. Слиха же поправляем. Кэн, да. Шнеэм. Фуалим. Да. Бэ ахраёт. Бэ ахраёт. Гдэй? Лэ рэкех. Лэ рэхэк смягчить. Лэ рэхэк. Лэ рэхэх. Да. Ит нагдут. Ит нагдут. Да, ит нагдут. Шэль овэм. Лэ шлехат беньямин имам Маламитраев. Ну, да. И таким же образом сейчас эти двое, видимо, действуют. Берут на себя, видимо, ответственность. Нет, действуют ответственность, я бы сказал. Ответственно. Ну, в общем, хорошо. Действуют ответственность. Чтобы смягчить сопротивление. Да. И, ну, в том, чтобы послать и отправить беньямина с ними в Египет. Ну, да. То есть, как там, как по отношению к Йосефу, эти двое выделялись тем, что они пытались смягчить действия остальных братьев. Точно так же и сейчас они пытаются смягчить, но в данном случае реакция совершенно однозначная, изначально отрицательная Якова, чтобы не давать. То есть, они выделяются всех братьев, их действия, вот, они выделяются от всех остальных. Окей, то, что нам сказал вот этот послуг поведения. То, что они берут на себя ответственность. Ну, да, да. То есть, они от имени всех, за всех, как бы, говорят. Да, да, да. Так, Араф Афизи У Ши Илец Песофо Шельдавар Гамат Яков Ле Йонут. Яну, только вот это вот важно правильно прочитать, потому что это будущее время. Ши, я думаю, ши Е-А-Лец. Это не ва... Да, Я-Лец, да, не А-Лец. Это А-Лец, я думаю, это П-Л, я думаю, П-Л это от Илец. Да, окей. Да. Бесофо Шельдавар Гамат Яков Ле Йонут. Ле Йонут. Ле Йонут. Да. Ле Дри Шотто Шель... Ле Дри Шотав. Ле Шотав, а, Ле Шотав. Шель Машбир Абар. Да. Шекен Атит Киюм Мишпахато Талуйбу. Мишпахто, да, Талуйбу, сто процентов. Значит, голод, как бы физический, получается, физический голод, который вынудил... Который будет, который вынудит. Вынудит в конце всего, в конце всего. Да, в конце концов, да. Дело якобы как бы согласиться с требованиями. Молодец. Вот Ле Йонут запомнить. Это слово очень такое бытовое, встречающие. Ле Йонут – это ответствовать. Когда кто-то кому-то ответ, дает ответ, называется Ле Йонут. Это тоже, как вы понимаете, это не фаль. А слово ОНЭ отвечает. Правильно? Ле Йонут – это отвечать. А вот это Вафтав, потому что там Гей в конце. Правильно? То есть третья буква корня Гей. Поэтому кончается это ОТ. Ле Йонут. Окей? Слышал. На требования, значит, как бы Машбир Абар, как бы пропитателя или подателя пропитания или пропитателя. Ну да, да, да. Обладателя запаса пропитателя. Ну, ее сэксом. Который в будущем будет как бы содержать, ну как бы поддержит семью КиЮ. Поддержит семью, которая зависящая от него. Или в будущем. Ты все правильно перевела. Да, если более-менее дословно, то вот так. Вот этот самый пропиталец, да, он специально не называет здесь слово Юсеф. Потому что я думаю, что Штензальц как бы нам хочет представлять ситуацию глазами действующих героев. Они пока не знают, что я читаю про Юсефа. Поэтому, может быть, и Юкерд, и Юсеф, и Яков тоже не знают, что Юсеф. Перед ним рассказывается про какого-то человека, который владелец всеми запасами. И вот этот владелец всеми запасами, который, да, действительно, в будущем. КиЮ Мишпахто. Что такое КиЮ Мишпахто? Это... Содержать семью. Нет, КиЮ Мишпахто. Это КиЮ. Это существование его семьи будет зависеть от него. Ну, зависеть от него. Ну, смысл-то. Нет, нет. Всех будет кормить и поддерживать. Да, да, да. Все правильно. Хорошо. Теперь пускай Тимофей тогда получил. Ну, ты мало почитала. Хочешь, можешь дальше читать. Я могу еще, но... Давай почитай. Если нет проблемы. Так. Значит, и пришли к Никьякову, отцу своему, в землю Кнаан. И рассказали ему все, все события, все события, ну, что с ними было, короче. Да, происшедшие с ними были. Говоря, Дибер Аиш Адуне Аретс Итану Кашут. Кашут, да. Значит, говорил человек, хозяин земли, с нами как бы строго. Ну, да, то есть правитель земли. Понятно, что есть фараон, а есть как бы управитель. Вот этот правитель, они говорят, что он правитель. Администрат. Ну, да, администрат. И у нас не говорят Кашут. Кашут это тяжело. Тяжело как бы строго. На русский так не сказать, он со мной тяжело разговаривал. Ну, гласно, жестко. Жестко, на русском, прежде всего. Да. Вейтен. Да. Хаишим Аутану. Кэмираглим. Это Аратс. И, значит, обвинял нас, что мы разведчики, мы разведчики земли. Ну, да, вот это вот потому, что Итен непонятно. То есть, и дал нас, то есть, поставил нас или сделал нас, как будто мы разведчики. Поэтому понятно, что переводит слово, что значит Итен. Итен непонятно как бы совсем. Поэтому он по простому смыслу Ишим. Да. Мираглим. Помните Мираглим. История первого. Мираглим. Это все тоже самое. В анастическом этом самом. Мираглим это разведчики. Сегодня, кстати, тоже так же это называется. Регуль это разведка. Регуль нигде. Это контрразведка. Да. Так что это вполне как бы от слова ноги. Только понятно, что это от слова ноги. То есть, раньше разведчики, они не тронули способами ногами ходили и досматривали. Окей? Ну, да. Ну, да. Так. Анахну. Мицадну. Не гэну. Не гэну. На караун. Да. А мы со своей стороны вели себя как бы подобающе. Как бы нормально. Ну, хорошо. Правильно. Видимо. Как подобает. Так. Веномер элаф. Ки ним. Анахну. Ну, сказали и сказали мы ему. Мы как бы, ну, ки ним, имейте ввиду, мы верные. Надо ответить срочно. Да, я одним два часа. Ну, читай пока, мне надо одну фразу написать тут в чате. Да, давай, давай, да. Как ты сейчас сказала, что только у меня на ухо было. Ки ним. Да, ки ним. Ки ним, но от слова кэн. Ки ним это не вши. Ки ним нет, это не вши. Ки ним от слова кэн. Хотя пишется точно так же. Ки ним 100% вши, да. А ки ним это от слова кэн. Это привод достоверный. То есть мы правильные, правильные мы люди. Да, да, да. Это ки ним, это как я шат. А не кэнетха. Это не слегка, а не кэнетха. Кэнетха, это означает, я с тобой говорю то, что говорится дугри. Дугри, это, по-моему, это... Это арабское, арабское слово. Наверное, да. Я с тобой, например, а на чистоту. Вот как, вот. По-русски это на чистоту. Мы с тобой говорим на чистоту. Все, вот это вот ки ним. Окей. Да, можешь дальше? Так. Кэллибэну кахпину. То есть как бы, что на сердце, то и на языке у нас. Ло-а-ину, мераглим, мэллам. Мэллам, да. И не были мы лазутчиками никогда. Да, ло-а-ину, мераглим, мэллам. Замечательно. Никогда. Так. Шнээ масар анахну ахим бней авину. Да. Так. Аэхад эйнэйну. Вэакатон хайом этавину берет к нам. Вот, вот это вот непонятно. Вот это вот, да. Двенадцать нас, братьев, у сыновей отца нашего. Да. И одного у нас с нами нет, у нас нет. У Йосефа, да. А младший, младший сейчас с отцом нашим в земле к нам. Ну да, вот зачем надо было это говорить? Зачем? Это то, что им сейчас Яков с картой тупрет. Ну, непонятно, зачем надо было это говорить? Ну, или это по Фрейду, по-видимому, я не знаю. Потому что так трудно понять. В общем, это неумно было так все это выкладывать. Видимо, они испугались. Они хотели все это все на чистоту сказать. И выложили им правду. Там же есть какие-то метроше о том, что они ходили, и они ему доложили, Йосифу, что вошли двенадцать человек из одного места приехавших явно. Но при этом они потом разошлись в разные стороны. И какое-то время блуждали по городу в одиночестве. И поэтому это, если так по прямому смыслу, вызывало подозрение. Что это им надо? Окей. Вот как-то так. Я так помню. Так, пускай тебе ждет к Тимофею. Давай, да, а то Тимофею мы забыли. Много чего-то, совсем много. Да, вот отсюда. Лама Дима. Вайомар. Вайомар элейну аиш адунэй арец. И сказал нам, вот этот господин, безот эда и кениматэм. Вот в этом буду знать, что право вы. Ну, что вы чистосердечко. Вы говорите правду, да. Что вы искренне, как угодно, да. Ахихем аэхат. Аниху идти. Да, да, да. Из братьев ваших одного оставите со мной. Правильно. Да. Вет шавар раон. Шевер, шевер. Шевер – это припасы. Вет шевер ра вон ба тэхэм ку ба лэху. Да. И припасы для голода. Ну, по-видимому. Посмотрите, так сейчас не говорят. Это немножко странное выражение. Шевер ра вон. Это, по-видимому. Ну, пропитание вашему голоду. Как бы вот так. Потому что ра вон – это голод. Это слово ра, правильно? А шевер – это то, что как бы разбивает этот голод. То есть, ну, по-простому пропитанию возьмете для своих домов. Да, возьмите, берите и едите. Да. Ве улам. Ве улам. Ве улам. Вью – это хихем акапон элай. И тогда приведете… Нет, улам – это «но только». «Но только». Или «однако», как угодно. Ну, вот что-то типа этого. «Однако» или «но только». «Но только приведете брата вашего младшего ко мне». Ну, да. Это вот такое ставит условие. Ве – да. Ки-до мераглим а тем. Ки-кеним а тем. И буду знать, что не разведчики вы, потому что прямые… Ну, да. Не, что вы не разведчики, потому что… Почему? Потому что вот такая игра идет. Я сейчас не говорю про мидраши. Просто идет такая игра. В чем заключается игра? Они пытались… Вот ключевое слово, по-вашему, здесь какое? Вот в этом маленьком рассказе какое здесь ключевое слово? Ки-ним. Правильно. Сто процентов. Мне тоже кажется. Вот ки-ним здесь сто процентов. Они пытаются заплатить минимальную цену за то, чтобы доказать, что они чистосердечные. Они ему говорят настоящую версию. То есть не версию, а говорят правду. Они считают, что надо им твориться. Может быть, даже они считали, что если они ему как как бы говорят то, что если бы они хитрили, то этого не надо бы вот говорить. А они ему как бы раскрываются. А он это не покупает, низкую ставку. И он говорит, нет, вы меня на этом не проведете. Я жесткий парень. Вы будете кинем мне в то, что вы просто правду рассказали. А вот потому что я такое условие вам поставлю. И они, вот тут они уже понимают, что они попали в капкан, который они сами себе как бы сделали. Окей? И после этого брата вашего, который в доме из Сухар. В тюрьме. Нет, в тюрьме. А, в тюрьме. Ну, Шримона, по-видимому, да? Да. Дадите. Отдам. Отдам вам. Отдам вам. Это просто я отдам. Да. Отдам вам. И землю. Тискару. Тискару. Вот эти тискару здесь как бы непонятно, поэтому требуется объяснение. Это от слова сахар, да? Сахар, современно сахар, это... Ну, торговля. То, что имеется в виду, будете торговать там или промышлять. Ну, да. Вот известно такое выражение, которое в анекдотическое проявление, в шахер-махер. Вот этот вот шахер-махер, это от этого сахара, я думаю. Ну, а кроме того, в современном виде, конечно, сахар, это... Сахар уламит международная торговля, например. Понятно, что это центральное слово вообще в нашей жизни. Ну, вот здесь вот непонятно, при чем тут землю и торговать? Я же не буду торговать землю. Поэтому Штензальц объясняет. Как он объясняет? Сможете покупать. А, вот, ты видишь, как это хитро, да? Твуа. Что это? Урожай. Урожай, да. И тогда продавать в Мицраиме. Ну, даже Лесхор торговать, да. То есть, понятно, потому что, значит, сахар, это что означает? Штензальц не только покупает, но покупает и продает. В этом идея торговли. Торговля – это покупать и продавать. Потому что в наше время называлось спекулянтство, правильно? Зазвать сажарную тюрьму. Теперь это называется бизнес. Окей? Ну, вот. А он объясняет, да, вы не только сможете купить. Потому что, если сможете купить, это не сахар. Сахар это просто купил, и все, как бы... Куне, ты просто покупатель. А вот дальше он объясняет ему. А вы можете более того. В Аф, в Аф, Лесхор, Бумисрам, что это означает? Вы даже, это можете торговать в Египте. Как? Кешар Азарим, Амевиим, Меарцем, Хевци, Эрех, Гдей, Лемхерем, О, Лемхрам. Лемхрам, О, Лемхрам, О, Лемхрам, О, Лемхрам, Детвуа. О, вот это уже сахар. Вот это уже сахар. Он объясняет, как это происходит. Как чужие. Когда, в смысле, приезжают, хульники называют, приезжают иностранцы за Рим, да? Да. Они что-то привозят. Они из своей страны привозят что? Да, из своей страны. Кофцей. Кофцей? Ну, дословно, только ценные вещи. То есть, они привозят что-то, что в этой стране дорогое. То есть, если из Индии привозили, я не знаю, какие-то тавленимые и все прочее. Там их не было. То есть, они могут привезти из Израиля, из страны Кнаан, могут привезти что-то такое в Египет, что является дефицитом. И тогда не просто за деньги, а натуральное хозяйство. Грубо говоря, либо обменять, либо продать свое. То, что в КФЦРах. И получить другое. Поэтому он и говорит ТИСХАРУ. Вот это вот идея такая, что он как бы говорит, ребят, я вам вообще даже могу помочь. Вам не придется просто за чистые деньги, за долары покупать, грубо говоря. А вы сможете обменять на что-то крутое, что вы приведете. ЛЕ МАХРАКО ЛЕ ГАМИРАКО. Продать, либо обменять. Правильно. ЛАМИР, ЛАМИР. Это сегодня. Ну, вот правильное слово есть в ЧЕНДЖИ в городе. В любом месте есть в ЧЕНДЖИ, где меняют валюту. Обычная Израиль. На доллары, на евро. Либо наоборот. А на, как бы, они называются ЧЕНДЖИ. А вообще, правильно-то ЛАМИР. ЛАМИР – это менять. А кроме того, ИГРОК. ИГРОК – это тот, кто МЕАМЕ. И вот известный, я не знаю, это рассказ, поправьте меня. Это роман или ИГРОК Достоевского. Это что, это роман? Нет. Двести страниц. Да, вот он в переводе. Нет, это не рассказ. Это либо повесть, либо роман. Ну, да, то есть больше роман. Ну, больше, да. Ну, мы с вами, окей. Ну, вот он называется МЕАМЕР. Вот МЕАМЕР – это тот, кто... Да, кстати, вот эти азартные ИГЗы называются ЕМУРИМ. Нет, все-таки все-таки роман. Да, роман. Ну, окей. Ну, хорошо. Окей, Бесандр Гамот. Да, так вы можете ЛЕГАМЕРАМ БЭТВУ. БЭТВУА. На урожай. Вот, вы просто говорите, я вам пойду навстречу. Но нельзя ли нам будет свердой валюты платить? Это по-простому. А вы сможете даже обвинять свои, то, что вы привезете, на них. Лучший вариант. Окей. Дальше. А АХИМ? А АХИМ БЯКШУ ДГИШ БРУЗНЕЙ АВИГЕМ ШЕЮСЕФ ИСКИМ НАТЕТЛЕГЕМ ЭТКОЛЬ АСУЮЁТ. ИМРАК ЯНУКУ МЕХАШАТ. ЯНУКУ, только ЯНУКУ. ЯНУКУ МЕХАШАТ. МЕХАШАТ, да. Да, вот сейчас нужно будет объяснять, почему братья, когда они пересказывали отцу, они используют вот это вот слово и объясняют, зачем они это слово сказали. Чтобы как-то не отбелить, а представить себя в лучшем свете отцу. Почему они такую фашу сделали? Почему они вообще выдали, что он этот маленький, что он сейчас их обвинять в этом будет? Они ему объясняли. Как они ему объясняют, зачем они это сделали? Да, братья попросили Бигшу здесь это такое служебное слово. То есть просили поставить акцент. Ну, как бы до слова Бигшу ему не надо специально переводить. Бигшул и Агиш в смысле акцент. А, подчеркивали. Не просто подчеркивали. Да, лучше. Ну, точно так же, как вообще здесь тоже. Узнаем время. По-русски не переводится. Они подчеркивали отцу или перед отцом. Что Юсеф согласился. Да, правильно. Все права. О, все права. То есть права на продажу. То есть надо было это как? Это какое жуткое слово. Оно после нас появилось. Франчиза называется. Да? Франчиза называется это теперь? Есть такое слово. Есть. По-моему, есть такое слово. То есть Захьяну тоже называется в Израиле. То есть он хотел дать им сфуёт. Отсюда слово Захьян. Захьян. Франшиза. Чикаг? Ну, Аня, наверное, знает. Франшиза. Да. Франшиза, по-моему. Ну, Аня, да. Ну, франшиза, это если есть когда какая-то фирма и ты открываешь ее филиал. Да? Открываешь филиал под ее именем. Ну, да, торгуешь. Вот ты видишь, так-то есть и есть вот этот Захьяну, это слово схуёт. Я начальник Макдональдса. Я на дотендер. Ты с ним в Риге, правильно, Макдональдса. Ты-то, я выигрываешь или, я не знаю, какие-то получаешь у меня вот эти права схуёт. И ты, значит, называешь Захьян. Захьяна, это Макдональдс. Ты можешь у себя не просто продавать эти булочки с чем-то, а ты можешь нарисовать эту самую лого Макдональдс и сказать, что это Макдональдс. Окей? Так, итог. Но при каком условии Юсеф всё это им даст? Им рак? Только если выйдете из подозрения, что... Ну, смотри, Янукова, слово Никайон, будут очищены, дословно. А, да. Будут очищены, очищены, ну, можно было бы, лучшее слово подобрать. От хошат. Хошат в подозрении. Да. То есть, если они по-русски, надо снимут вся подозрение. Но на иврите это как бы очиститься от подозрения. По-русски так неправильно сказать. По-русски тоже говорят очистил от обвинения. Всё нормально. ну, всё-таки ещё хорошо. Данет Васильевич от слова Никайон. Накеты чистые, всё. А Януку, это означает, что они были чистые от подозрения. Окей? Да, я передаю. Ну, пожалуйста, нет проблем. Тогда мы возвращаемся к Лёне. Правильно? Сейчас вы ко мне вернётесь. Да. Я здесь. Так. И они были мерыки. Да. Сакиэм. Да. Ну, в час что ракнует а твуа твуа вины гилу ше мацат а кэссов бэссак ло айта мекре хит и хит эля ищ перейдем и когда они ну раскройка называется опорожняли да по-русски это опорожняли хотя по-русски это по-русски это по-моему сходить в туалет хорошо дословно опорожняли когда они освобождаясь содержимое своих мешков и они обнаружили деньги они поняли что нахождение денег мешки не подожди мацат а кэссов а да ну может и правильно сказал обнаружение денег денег ну обнаружение денег в мешке не является случайным случаем почему это микро хит это не было единичным случаем ну а я как сказал ну хорошо слегка давай дальше но деньги каждого из них были найдены в его мешке правильно сто процентов они такая форма это библейская форма это 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 м это и а подожди подожди переведи и увидели деньги ну у них и испугались ну подожди классно и увидели связки денег это не связки пускай связки раньше это были какие-то деньги это не купюры были это куски серебра были наверно чтобы не терялись связывали в какие-то не вязанки как это называется ну как сейчас ну хорошо кто увидели увидели они их отец испугались испугались мишера у мишера у это кашера у когда увидели с отцом деньги которые были возвращены испугались да это же непонятно перевод хуже чем это как бы так было понятно но тем не менее может быть из-за слова эмма может быть не очень понятно ну хорошо дальше да если сказал им отец яков меня как бы перевести но яков яков не знал о продаже йосефа правду правду но обвинил их общей как бы ну глобальной виной ну да пусть иначе непонятно то есть мы же исходим из того что он ничего не знал а к чему же тогда он их обвиняет в том что они как бы убили йосефа шикарным это значит что вы меня сделали сиротой то есть вы убили его а он же этого не знает да да он говорит дальше как бы это произошло все при у вас то есть мы в этом виноваты так так или иначе ну да он вы дальше йосефа и нену векша вгам шимона нену так как он находится в тюрьме а теперь выходите а теперь вы еще хотите забрать бениамина да это крипту это реально крипту да вы хотите чтобы я с вами это отправил бениамина ну да видите вопросительный знак это да да это клип он . да да это крик он вообще осиротели меня от июсефа венямин стоит у меня в тюрьме так как вы еще хотите венямин он с ума сошлись что ли ну так да я еще переживаю пропажу исчезновение Счастновение, дословно, да, сто процентов. Счастновение, да. И это хэн, да, шиколь дзэ ногэ, бахэн. Вот это его ашара, это у него такое содержание. Да, да, все возможно, что все это из-за вас, да, как касается вас. Ногэ, бахэн, это как-то связано с вами, ногэ, касается вас, да. Эх, энхэм, яхолим, или штатэф, бацариба бамлоо. Но вы не можете разделить мою боль целиком, как бы не ясно. А лай, а ю, кулана. Ну, все были моими, как бы... На мне будут все... Ну, да, все на мне. Ну, все они, я думаю, да, я думаю, что еще то, что все перечисленные, то есть Йосеф, Шимон и Бениамин, все будут на мне. И из этого мы понимаем, что сейчас, когда будет выступать Иуда, он как бы отвечает, он будет и говорить, нет, не все на тебе, а я вот и дальше будет. Часть этого я возьму на себя. Вот это, видимо, продолжение такое вот этого... А, наверное, да. Вот это. Сурот алоу бамлоо ацботам но флот ракалалай кээв. Ну, да. Как ты? Ну, да. Все эти беды падают на меня. Слово кээв непонятно. Может, что-то тут ошибка какая-то. Почему? Ну, боль. То есть он им объясняет, что вам... Как он ясно. Ну, да. То есть вам просто распоряжаться этими детьми, потому что для вас, как бы, там одного дали, второго дали, третьего дали. Ну, потому что вас, как бы, много, и вы... другое яхоцко всему этому. А я один, и у меня все. Если одного забрали, второго, третьего, то все равно. Это как отец. Это не боль. Кээв, как на отца. Это все это на меня упало, как на отца. Тут даже специально стоит этот значок, что это... Наверное. Наверное, да. Наверное. А, кээв. Правильно. Правильно. Сто процентов. А, кээв. Кээв. Да, да. Правильно, конечно. Поэтому... Кээв, а кээв. Да, вот молодец, Саня. А мы не доперли. Да, правильно. Кээв. Правильно. Он им правильно. То есть идея... А, а кээв, да. Как на отца. Да. Да, что вы относитесь как братья. Для вас один, еще один, там 12. А я-то отец, у меня все как один. И поэтому у нас другое к этому походе. Я не могу вам его отдать. Окей? Ну хорошо. Так, я отдаю. Давай, Аня. Нет, подожди. Ну да, Аня, да. Аня, Аня. Так. Абахур. Абахур. Не Бахур. Абахур. 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 Кадоврем шэль Ахив. Элявив. Потому что, типа, ну, это Ахав, а не Ахив. Я тоже сэлею пудусь. Поворот, это Ахав, а не Ахив. Хорошо. Эля Ахав, эля Авив, леймор. Ячный бней тамит. О, да. Значит, сказал Рювен как первенец, как говорящий, говорящий, как бы... Ну, спикер, дословно, да, в общем, на языке это спикер, да? Довер. Так, и сказал, значит, отцу своему, двух моих сыновей как бы умертвишь. Вот так вот получается. Да, но тоже, но глупый совершенно ответ. Зачем тот говорит, что... Зачем ему дать? Ну, видимо, тут, честно говоря, здесь он выступает, Рювен, то есть его иуда гораздо более толкован. Так потом к нему переходит на кровотку. Ну, да, Рювен просто сказал какую-то чушь. Он говорит, двух моих убьешь. Он говорит, у меня все эти потери сводятся ума. Он говорит, ну, хорошо, двух моих убьешь. Бред полный. Ну, блин, это же его, как бы, получается, это же внуки, то есть, получается, мало детей, еще ты внуков. Все равно непонятная фраза. Рювен здесь, честно говоря, Рювен просто идиотом выступает. Ну, ладно, хватит, человек обижает. Я отдам тебе двух моих сыновей как заложников. Ну, залог даже. Залог, залог. Рювен, как шетухаль, так что ты сможешь как бы умертвить. Ну, какое в этом счастье. Ну, хорошо, окей. Ну, хотел сказать, что я даю тебе самое, как бы, дорогое. Поэтому получилось глупо. Я бы ему сейчас это не скажет. Так, имло, авиэну, алэйха. Ну, вот, если не привезу, привезу, ну, имеется в виду, с собой. Авиэну. Я не привезу. Его, наверное. Его это бенямин. Не привезу его. Не привезу его к тебе. Возьмешь, вот, на, вот, возьмешь, ну, их имеется в виду, видишь, возьмешь меня. Ну, возьмешь, имеется в виду детей. Окей. Беньямин, аль-я-дай, значит, беньямин, как бы, из рук моих. Вот так вот. Не возьмешь его из рук моих. Я верну его тебе. Я его верну тебе. Ани, я сам бэ ахарайот бэ шиву бэ шиву бэ шиву бэ шалом. Я, как бы, беру на себя ответственность вернуть его домой в целости, в сохранности. Да, вот, обратите внимание, это очень выражение, которое современно ласэ бэ ахарайот. Мы сейчас в свете трагических событий 7 октября, это все время в прессе и все. Но это ласэ бэ ахарайот, это нести ответственность. На самом деле, один к одному с русским. Нести, на то, что только здесь в будущем времени стоит эса, вот глагол ласэ бэ ахарайот, это нести ответственность. Точно так же, как по-русски. Сто процентов. Окей? Да. Это непонятно. Лэвошэр это хадурим. Хадурим. Да, это такое, это, ну, сейчас скажу, Лэвошэр это адурим. Сравнять разницу, сравнять, адурим это разница. То есть, у тебя так позиция, а у меня так позиция. Лэвошэр это привести к общему знаменателю. А, хорошо, привести к общему знаменателю. Да, да, да. Вот так, вот поняла. Им амитцраем, ахи аков, и такеш. Правильно. И такеш, и такеш, да, да, да. Ви ёнерет в нинь акатан, і махэм. Вэмитцраем, ки, ки аду, аллахэм. Устаряй, да? Ахив, мэтв, гу, лэвадо, мишар, мэ, ему. Так, значит, так, минастам, как бы очевидно, коль айхэт, мина, ахим, один из братьев предлагает отца. Нет, коль ахэт, это каждый из них. А, вот так, коль ахэт. Каждый из братьев выдвигает, как бы, какое-то предложение. Каждый пытается его уговорить и выдает свою версию, что он может, чем он, да. что он, что Шахен-Кулам, все они смогут, все они смогут нахзор вернуть и левдот выкупить, как бы, Шимона. Да, 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 только рацию, но рацию важно. Все они хотят вернуть. Они все хотели вернуться. Избавить, избавить, избавить Шимона. Да, выкупить Шимона, избавить, да. И получается выровнять, уравнять положение. Ну, найди общий знаменатель с Митцарем, в общем смысле договориться с Митцарем. А, договориться с египтянами, ну и Яков упрямится. И говорит... Ну, надоело это, да. Понимаешь, мне кажется, интонационно правильно непонятно. то есть идет некоторый диалог, они, Яков говорит им так, они ему говорят им так, там, Руэн говорит это, и вдруг Яков говорит жестко, то есть как будто нам здесь не пересказано, а уже это велось долго, то есть каждый был хор, я тебе дам это, я тебе дам это, Яков подводит резюме, говорит, не дам, все, не хочу больше вас слушать, все, потому что он как бы просто зачеркивает все это. Так, ну, он сказал, не... Да, просто однозначно говорит, прекращать, не спущу, ну, Яков не как бы спущу сына младшего своего сына с вами. Но Яков просто не спустится. Не спустится с вами. Египетки, Киадалахэм, как известно, как это сказать... А потому что вам известно. А как вам известно, вам был брат, и брат его умер, и он остался один от его матери. Ну да, один в смысле у матери. Он говорит, что тут вообще трагедия еще заключается тем, что у матери было двое сыновей у Рахеля. Один, и получается, что вы забираете второго. То есть вообще вы делаете сиротой полной ее и меня. Окей? Дальше. Вы им караул икре ло асон бадырых ашер талхува. И если случится с ним как бы несчастный случай по дороге... Да, он должен объяснять, и понимать, потому что непонятно, зачем здесь алоф. Но, наверное, есть какое-то объяснение. Потому что ликрот с алофом это читать, а ликрот с геем это случаться. Но здесь написано таки да, с алофом, непонятно. Поэтому наверняка есть какие-то недорожки, которые объясняются. То есть оно по простому смыслу, конечно, это просто икре. То есть с геем случится. Да? Дальше Асон. Так, несчастный Асон, несчастный как бы несчастный случай в дороге. С ним случится несчастье в дороге, да. Когда вы с вами по которой... А шер талхува, дороги, по которой вы пойдете. По которой вы пойдете. Да. Хораттем это шейвати. Сейвати. Сейвати. А, сейвати, точно, да. Хораттем это сейвати, баягон, шейла. И как бы... Шеола, слыха шеола. Шеола. Так, и как бы сойдут... Нет, спустите, спустите. Сидины мои в ад. Сидины мои в этот самый преисподний. В несчастье. баягон это... В страдании, в страдании в преисподний. Да, ягон это даже сейвит страдания. Ягон это... Тоже какое-то горе там, что-то несчастье. Отчаяние, несчастье, страдания. Ну, в общем, все синонимы такого негатива. Да, ягон. Ягон это человек не находит себе места от страдания вообще. Окей. Ну, есть, наверное, можно посмотреть синонимы, но идея понятна. Окей. Как это понять? Так, эмот, мотов. Подожди, амут, амут. Амут, амут, метох. Едя, а едиа, а нораа, да, бедевер, а ваднам. Не, ну почему бадевер? Это не падение скота. Да, бедавар. 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 А, бедавар. Абаднам. Шэльшней. Бедавар. Абаднам. Абаднам. Шэльшней. Абаднам. абаднам. Не я, шэльрахэль. Да. Так, значит, я умру посреди меток, или вследствие, умру я вследствие ужасного известия. Ну это добар, это служебное слово, это просто О. А пропажи двух, от гибели, я думал. Я думал гибели. От гибели двух сыновей Рахели. Да, правильно. Алькенло. Так. Реша, Реша, Реша. Реша, я не позволю. А, не разрешаю. Я не позволяю, Шэбиньямин и Фаретта Мимэне. Поэтому я не разрешаю, я не Бениамину, как бы расстаться со мной. Ну да, то есть на первый раунд тот просто отбился, закончил все этот разговор, сказал, грубо говоря, нет. Все. Окей. Так, ну, давай Тимофей. Давай Тимофей, да, вот отсюда Яков, Ло. Яков, Ло, Иция, Петерон, Лешимон, Анатон, Мишвей, Бешвей, Вааку, Левият, Мазон. Ну да, вот он объясняет сложную, непонятную ситуацию. Окей. Яков не согласился. Не, если я предложил, он же не предложил. Ему... А, Яков не предложил решение Пошимону. Пошимону, правильно. находящемуся где? Что такое Шеви? В плену, в плену. В плену, да. Он не предложил ничего. Они же, они же предлагали, они предлагали как-то разрулить ситуацию. А Яков просто уперся, и все, ну, как бы, я не знаю, по-старчески. Он уперся, сказал, не отдам, и все. Ну, поэтому, наверное, они его спрашивают. А что с Бениамином? Он, он пожевал по печали, сказал, не знаю. Все. Раз. И даже не... Боя... 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 Проблема. Ну, да. Про питательные проблемы. То есть, проблемы продовольствия. У них будет две проблемы. Да, в общем, все, это ничего не... Проблема с Шимоном и проблема с едой. Но только еда была бытная, что тот сказал, давайте, должны Бениамином. Окей. Но на сегодняшний момент есть две проблемы. И Яков, он вообще не предложил разрулить эту проблему. Никакого, ничего нет. Он просто уперся и сказал, не отдам. Все. Окей. Гу... Гу... Истапек... Банат. Банат. Да. Ну, вот такая трагическая ситуация. Ну, хорошо. Дальше. Как это перевести? Ну, так, он... Уперся в... Уперся в... Не-не-не-не-не, Истапек это... Сейчас, подожди. Удовлетворился. Да, вот именно, удовлетворился, да. Удовлетворился в мнении... Нет, выражением... Он как бы истапек удовлетворился выражением ваших подозрений, грубо говоря. Беспокойство, тревога. Беспокойство, тревога. Правильно. Вы... Предпочел... Правильно. Эдип предпочел оставаться положением... Просто оставить. Предпочел оставить. Оставить положение. Да. Кмодшему, как оно есть? Как оно есть? Как оно есть? Альпней. Альпней это перед. То есть, что-то перед тем, перед что-то. Он предпочел оставить ситуацию, как она есть, перед чем, истокнуть о словах «кана». Перед опасностью? Перед... Ну, по-русски, наверное, в одно слово сказать перед подверганием опасности. Перед возможным, перед возможным риском. Да, истокнуть означает подвергаться опасности. То есть, он решил, что это только ухудшит ситуацию. Он предпочел это плохо, но будет еще хуже. Поэтому, он предпочел потерять Шимона, грубо говоря, на сегодняшний момент и подождать, что будет с едой. Потому что он боялся, что будет только хуже. А этот истокнуть из-за чего придет? что выйдут сценария... боевшарут, боевшарут, вот этот истокнуть, то есть, вот эта дополнительная опасность, она какая придет? Вот той возможностью, которую что? Исходит до восстановления. Которую они предложили. Грубо говоря, они дали совет, некоторую возможность, дали некоторую опцию, как разрулить ситуацию. Но он посчитал, что это опасно, только ухудшить ситуацию. Поэтому он уперся и сказал, он выразил, объяснил, не сказал просто, нет, пошли вон. Он объяснил, что это дети Рахели, и все, и пятое-десятое. Да, и сказал, это жуткие фразы. Тем не менее, сказал, ну так ли, он ему сказал. Нет. Пускак оно будет, будет только хуже. Все. Окей. Но ситуация физически становится хуже, как ВАМВЕ АРАФ КАВЭТ ВАРАС Но, да, однако. Голод, да, однако голод тяжелый в стране. Ну, тяжелый, значит, что он утяжеляется, грубо говоря. То есть, голод усиливается, если сказать по-русски. Голод не стоит на месте. А голод усиливается, есть-то нечего, все помирают. Дальше. ВАИЕ. ВАИЕ. КАШЕЛЬ. КИЛУ. КИЛУ. КИЛЕЕВЫ И АГУДУ ШАМАВА ВАРАС были закончены. Это ШЕВЕР. ШЕВЕВИУ. ВИМИЦРАИМ. Да. Так. И было, что закончился, что-то есть запас. Ну, запас, который они принесли из Египта. 100%. То, что они привезли из Египта, они все съели. Время-то идет. Да. ВАИЕ. 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 И сказала, мы хотят. ФУВУ ЭЛЬ МИЦРАИМ в ШЕВЕРУ в АКНУ в АКНУ ЛАНУ МАТ ОХЕД. Возвращайтесь в Египет и... Ну, ШЕВЕРУ опять. ШЕВЕРУ запаситесь. Запаситесь. Да, купите нам немножечко еды. Ну, непонятно, да, то ли это, грубо говоря, старский маразм. Хотя, Браяку, наверное, так сказать нельзя, правильно? Либо он ЗАЗМИ САХЕКУТ, а он играет. Ну, как бы, понятно, тнай поставил, тнай никто не снимал, условия не сняты. Ну, он им говорит, ребят, ну, идите, ну, давайте чем-то там, какую-нибудь еду, может, получится у вас что-то взять. Наверное, что-то как-то миг бросит. А они ему, естественно, говорят, это бессмысленно. Ну, Иуда просто, у нас совершенно другой подход. И этим он уговаривает его, не как Руэллен сказал, какую-то глупость дикую. Я тебе отдам своих двоих, можешь их убить, если они говорят. Зачем это не? То есть это понятно, что это не примет, не разрешает ситуацию. А вот Иуда сказал так, то есть. Что сказал Иуда? Несмотря на то, что он был четвертым сыном Якова, уже со времени продажи Юсефа, я думаю, во время продажи Юсефа. Если мизман, то это со временем. А безман, это вы во время, уже во время продажи Юсефа, Баул и Бетуй. Пошел к положению. Не, нашли свое выражение. Кто? Его управленческие качества. Ну, да. Управленческие по-русски, это управленец, это который снабженец. А есть, если манник, лидерские качества. Любовь. У Маамадо и его положение, в смысле, ну, положение среди братьев. Да? И АБ, какой? Вот он АБ объясняет, какой Маамад? Кемамадо, Шель, Бахур, Бахур. Бахур. В положении выбранного, избранного. Ну, да, то есть, он был четвертым, но своими лидерскими качествами, которые нашли выражение во время продажи Юсефа, он себя поставил на уровень первенца. Вот это тоже сейчас нам объяснить. Хорошо? Окей. Да, понятно. АЛЭМОР АЭТ ИТ БАНУ. Да. То есть... АЛЭМОР АЭТ от слова ЭТ свидетельствовал. Свидетельствовал. Свидетельствовал за свидетельствовал. это тоже, как бы, не очень значит за свидетельствовал. Здесь запринести свидетельство. АЛЭМОР АЭТ ХЛУСИН этим хочет сказать. Вот сейчас Штензаль будет объяснять. АТАА, БНО, МЕФУРШОТ, АИШ. МЕФУРАШОТ, АИШ. Да. ИТРА, я думаю, АТАРА БАНУ. Но ЛАТРИЯ, ЛАТРИЯ, это предупреждать. АНИМАТРИЯ, ЛИПНОХЕМ. Я предупреждаю. То есть, он совершенно однозначно предупредил нас человек. То есть, нет вариантов. Как это тебе объяснили в первый раз, так это существует. Нет такого, что он забудет или что-то. Бессмысленно спускаться. Да. АИШ. Да. АДОНИ АЭЦ. Ну, то есть, Господи Земли. ЛЕМОР. ЛЁТИРУ ПАНАЙ. Сказал, не увидите лица моего. ВЛЁТУ ХЛУЛИК НОТ КАНДАВАР. И не сможем купить там ничего. Не сможете купить тут ничего. Что значит, не увидите моего лица? Ну, как бы, не надо твоего лица видеть. Послушай, там же, он же не сам из амбаров продает. этих самых чиновников гильтян. Но это как бы образное выражение того. ЛОКИ РУИТ ПАНАЙ. И означает, что ничего не получится. Без меня ничего не решается. Не сможете ничего купить. Окей? Ну да. Только если не будь с вами... Правильно. Это только если. Правильно. Замечательно. Не будь с вами брата вашего. Это только такое выражение. Если ты есть посылаешь, то есть это какое-то служебное выражение. Грубо говоря, ну просто это усиление. Если ты таки да пошлешь с нами. Да? С нашего брата. С нами? То есть Бениамина. Спустимся. Мы спустимся. НЕВЕТ ЛИМИЦРАЕМ. В ЕГИПЕТ. ВЕНИШБЕРА, ЛЕХА ОХЕЛЬ. И запасем тебе еду. ВЕИМ ЭЙНХА, НЕШЛЕХ, ЛОНЕРЕК, КИАИШ, АМАР, АЛЕЙНУ, ЛОТЕРУ, ПАНАЙ БИЛЬ. СИГА ХИХЕМ ИТХЕМ. Он ему сказал просто, развел руку, а не сказал, послушай, это жесткая ситуация. Он не сказал, как же у Ленки дурацкие эти самые предложения. Он ему сказал правду, он сказал, бессмысленно спускаться. Ну не доставим. Да? Все. Такая жесткая правда жизни. ОК. Ань, давай. У нас сейчас, Леонид, сейчас подожди. Сейчас я в помощь. А, да, слегка, я перепутал что-то. Ну да, В Баеон, в Баеон, Расуф Исраэль, почему сказал Исраэль, это интересно, Яков, Ляма, Арата, Аратемли, Агид, Аратемли, Агидли, Иш, О, О, Ла, 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 Ах. Ну да, вспомнил. Ну да. И сказал Исраэль, то есть Яков, да, почему же вы это сказали тому человеку? Сделали, зачем вы суббудили положение? Зачем вы сделали? Вы учили, сказав тому человеку, что у вас есть еще один брат. Кто вас за язык тянул, говорит? Да, Лешема сепартам лешешлахэм Ахнусав. По простому, да? Нафига вы ему рассказали, что у вас есть еще один брат. Ну да, кто вас за язык тянул, говорит, что у вас есть один брат. Да, ВИБ-БК это от сразу, ну, принеся этим вот эту... Ну да, навести на меня это и тем самым такую беду. Вымру. Шааль, 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 аишнану у Мороза Тэйну ну, он нас выпрашивал, откуда мы и чего мы. Ну да, грубо говоря, они ему говорят, послушай, этот человек нас развел. Так он нас развел. Он не просто спросил, сколько у вас и все. Он нас развел. Объясняет, как он все это подстроил. Аишлов потах пощут бешэля аля ахэйну тхилла похах этану сихак лалит веба шааль алейну ваалу лодейну ваанину лоли фи тхилла 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 по нашей искренности. Тут юда нету. Тумейну, конечно. Да. Ну, юда нету. Ну, этот человек с нами начал такой легкий разговор подаха. Простой разговор. Ну, общий разговор. Клалит, Клалит, в смысле, общий разговор. За то, за сё поговорили. О жизни спросил. Как вы, как это, как ваш папа зачастую. И мы ответили ему по-простому. Да. Мы ему отвечали. Мы с ним разговаривали про нас, про нашу страну. Ну, молодотейну, скорее всего, родня, а не страна. Где это? Молодотейну? Ну, это не родина. Это это Ванину Лолы Фит Туматену. Да. Да, и мы ему часто сердечно отвечали. То есть, да. По-простому. Да. Без балды. Без балды. Улам, бала хакера, шаль. Ну, но в ходе этого. Ну, тут уже, говорится, расследование. Расспроса? Расспроса, да. Он нас спросил, Ламар, А Ода, Абихем Хай? Да, то есть, они говорят, что он хитро нас подвел к этому вопросу. Если бы он спросил, мы бы сами, мы сами бы все, конечно, бы не сказали, но он нас подвел к этому вопросу. Когда про всех рассказали, да, он сказал, да, Абихем Хай. А что же? А я, а я, а почему на письме от Юсеф? Юсеф, не понял я этой Франции. Юсеф, ну, нужно было знать это из своих интересов, но... Это означает из своих, как бы по своим интересам. Ну, да, из его интереса. Да, но с точки зрения их братьев, да, это был естественный вопрос после того, как они ему рассказали, что они сыновья одного отца. Ну, хорошо, я тоже не очень понял. Какой был интерес Юсефу? Интерес Юсефа был узнать, отец жив еще или нет. А они считали, что он просто их спрашивает про отца, как нормально, говорит, а кто ваш папаша, откуда вы, и все. А Юсеф конкретно хотел узнать, что с отцом происходит. Окей. и поэтому вопрос, если у вас еще брат в Нагидло Нагидло Нефия Дворим Айля. И рассказали моему вот эти вещи. Ну, я думаю, мы ему сказали в русле этого беседы, потому что он их спросил. Сначала он же как вот хитро спросил, он спросил, а вот Алина Мхай. Окей. Они повелись, они сказали, да, отец, то, все, пятое, десятое. И тогда, как бы, в русле этой беседы он их подвел, поэтому это было как бы симметрично, я думаю. Он говорит, а, хорошо, про отца сказали дальше. Они не поняли, что это ловушка была. Окей. Они не поняли, что это ловушка была. Мы ему отвечали в соответствии с его вопросами. Он их вел, он их просто очень хитро вел. Да? Вы, вы, да, но да, а им, ну, как бы, а им... Мы что, знали, что ли? Мы что, мы могли такое себе представить? Да, то есть, мы могли... Не, не, да, Атену, да, Атену. Мы что, могли себе представить? Да, Атену, да. А если могли бы мы себе представить, кей, амор, говорит ли это хэхэм, ну, приводить ему не своего брата. Беседа была душевная, отец жив, а может у вас еще братец есть, еще все. И вдруг он им говорит, а, брат есть, все, спускайте его ко мне. То есть, он просто поймал ловушку. Потрясающая ситуация. Атену, астену, 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 если бы мы себе представляли. Астену, 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 астену. Ну да. Если бы мы могли себе представить, что у него будет такое требование, конечно, мы бы опасались, но нам вул не могло прийти. Ну, сейчас им ничего не остается. Они ему просто рассказывают, как было дело, выказывают себя, как бы дураками, правильно? Но она хорошая, аня, окей. Аня или все? Как скажете? Может быть, все, что-то познала тоже. Ну, хорошо, окей, запомню. Ну, хорошо, так это будет запись. Ну, я считаю, что мы замечательно позанимались. История, как вы понимаете, потрясающая совершенно. Одна из, наверное, одна из самых потрясающих историй, ну, скажем так, в книге Бориши. Окей, вообще, как бы во всей истории. Поэтому тут и комментарии, и все. Но мне кажется, вот такое чтение комментария Штензальца, встроенного, мне кажется, очень помогает. Окей? Ну, как бы он, мне кажется, тяжелый. Он мне показался очень нагруженный. Да, и потом, понимаешь, поскольку он встроенный, то он тебя не выбивает. Потому что любой, как бы, комментарий такой, ну, даже Раша, он тебя немножко выбивает, из этого, из ткани рассказа. А здесь, поскольку это в самой ткани написано, в самом тексте, то он тебя как бы ведет, ты на одном духу все это читаешь. Окей? Ну, хорошо, все, тогда всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok